всем добрый день хорошего настроения желаем мы и сегодня мы снова с вами с очень интересной темой она называется пророщенная гречка польза и вред не секрет что гречка очень популярна в россии украине и других постсоветских странах именно здесь ее больше всего производят и потребляют более того во многих странах большинство людей не знают что такой продукт существует и никогда его не пробовали например в бразилии и видимо не зря считают ее натуральным продуктом хотя и завезена она была из греции но даже современные славяне чаще всего не знают что гречку оказывается можно еще и проращивать а также о чудесных и полезных и вредных свойствах пророщенной гречки о которых сегодня мы вам собственно и поведаем и так какая гречка самая полезная особенность гречки в том что выращивается она без удобрений и химикатов это экологически безупречный продукт и кроме того она превосходит многие другие крупы по набору витаминов белков микроэлементов и минералов гречневая крупа используется во многих лечебных диетах это почти идеальный продукт при ожирении и болезнях сердца гречка это калорийная пища и легко усваивается всем известно темная серая гречка которую продают в магазинах и на рынках это обжаренная и не менее полезная зато она долго хранится не теряя своих свойств о пользе и вреде обычной серой гречки мы с вами уже разговаривали нашей прошлой статье но существует и другая еще более полезная гречка зеленая по виду из-за того что не обжаренная она стоит на втором месте по здоровью считается что она более полезная потому что не обработанная и не умерщвленная воздействием высоких температур но оказывается такую зеленую живую гречку можно еще и проращивать тем самым еще на порядок увеличивая полезные свойства этого замечательного продукта и такая самая полезная пророщенная гречка становится все более популярной среди людей ведущих здоровый образ жизни польза пророщенной гречки обычная непропаренная и не прожаренная зеленая гречка содержит больше полезных ферментов необходимых для пищеварения о ее пользе мы подробнее напишем в отдельной статье но оказывается что пророщенная гречка дает еще больший оздоровительный эффект в чем же польза пророщенной гречки первое пророщенная гречка полезно при избыточном весе и ожирении регулирует уровень холестерина в организме и содержит белки и углеводы которые легко усваиваются организмом выводит ненужные шлаки из организма второе незаменимые аминокислоты гистидин метионин валин лизин лейцин изолейцин триптофан они не вырабатываются организмом и поступают только через пищу незаменимые аминокислоты отвечают за синтез белка то есть практически они отвечают за строительство всего организма из белка состоят все органы и ткани тела а также днк третье фосфолипиды нужны для нормального функционирования клеток оказывают анти склеротическое действие выводит холестерин из организма омолаживают организм четвертое в пророщенных семенах гречихи содержится очень важная полиненасыщенная жирная кислота омега-3 профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза пятое органические кислоты щавелевая малииновая яблочная линолиновая лимонная отвечают за кислостно-силочной баланс в организме шестое витамины е и группы b которые необходимы для нормальной работы нервной системы синтеза гемоглобина и обмена веществ к тому же витамин е нужен при физических нагрузках и способствует заживлению ран седьмое содержит макро и микроэлементы магний натрий калий кальций железо кремний фосфор марганец кремний селен сера медь цинк никель хром йод кобальт фтор бор алюминий ванадий все они крайне необходимы для организма и выполняют много функций таких как кислочно-силочной баланс участие в выработке инсулина профилактика сердечно-сосудистых заболеваний поддержка иммунитета и костной структуры профилактика диабета и атеросклероза небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности прикройте глаза расслабьтесь и вспомните а не забыли ли вы поставить лайк под этим видео а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых добрых и постоянно развивающихся личностей чаще тренируйте осознанность всем добра и мудрости а мы продолжаем пророщенная зеленая гречка обладает и другими полезными свойствами например позволяет тратить меньше энергии на ее переваривание нежели в случае употребления прожаренной или пропаренной гречки также в ней при прорастании возрастает количество витаминов е группы b и происходит синтез витамина c средняя калорийность проросшей гречки составляет 310 350 килокалорий на 100 грамм крупы если варить то останется 110 130 килокалорий это делает проросшую гречку незаменимой при заболеваниях сердца атеросклерозе ожирение диабете лишнем весе и гипертонии в проросшей гречихе содержится до 18 процентов белка до трех процентов жиров и до 80 процентов углеводов белок и углеводы в ней легко усваиваются не нагружают организм и надолго утоляют чувство голода проросшая гречневая крупа содержит большое количество макроэлементов витаминов и микроэлементов необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой и мышечной системы что особенно полезно для спортсменов при тяжелых физических нагрузках также в ней много железа которое участвует функционирование кроветворение и образование гемоглобина таким образом обеспечивая снабжение организма кислородом кроме того она содержит много белков которые легко усваиваются и незаменимые аминокислоты необходимые для мышечной системы и всего организма после долгих нагрузок польза для сердечно-сосудистой системы многим известно что наибольший процент по смертности и болезням составляют именно сердечно-сосудистые заболевания входящий в состав проростков гречки рутин и калий делают кровеносные сосуды эластичными нормализует артериальное давление и препятствует образованию тромбов улучшение эластичности сосудов также благотворно при варикозном расширении вен польза для желудочно-кишечного тракта органические кислоты и клетчатка улучшают перистатику кишечника предупреждая запоры а магний содержащийся в полезной для человека пророщенной гречке стимулирует желче образование и выработку соков поджелудочной железы рутин помогает при язвах желудка как убрать раковое заболевание из своей жизни был такой ученый от а урбург получивший нобелевскую премию еще много лет назад так вот он доказал что наши клетки дышат именно дышат как дышим мы с вами и клеткам нужен кислород и питание и согласно его исследованиям рак возникает когда клеткам не хватает кислорода нормальная клетка изменяется если не получает кислород который нужен для превращения обычной глюкозы в энергию кислотно-челочной баланс внутри клетки нарушается и днк больше не в состоянии контролировать деление клеток так возникает раковая клетка обычная с виду по структуре а вот внутри этой структуры мертвая клетка вот такие дела открыл миру этот выдающийся ученый по его утверждению рак возникает в кислотных и без кислородных условиях закисленность организма вот причина его возникновения лучший продукт против старения и лишнего веса вот тут-то и приходит нам на помощь пророщенная гречка удивительный продукт содержащий множество полезных веществ и ощелачивающий организм ведь чем больше зелени поступает в организм тем больше снабжаются кислородом клетки и ткани нашего организма кроме того эти подшелачивающие свойства пророщенной гречи и крупы также противостоят старению образованию различного рода морщин и других побочных признаков старости и естественно очищая организм она максимально способствует похудению особенно если ваш остальной рацион питания пока далек от идеала тогда однозначно стоит использовать этот необычный и мало используемый современными людьми продукт ну а теперь поговорим о вреде пророщенной гречки согласно научным исследованиям выявлена только польза и совсем не выявлена вреда пророщенной гречки для здоровья и организма человека ее качество и целительный эффект от проращивания лишь на порядок возрастают в сравнении с обычной пропаренной или прожаренной гречкой но несмотря на огромную пользу все же иногда можно обнаружить и некоторый вред при употреблении гречневой крупы и связан он с наличием большого количества белка в продукте который не всегда может правильно и полностью усваиваться в зависимости от конкретного человека иногда от переедания гречкой страдают например девушки желающие лучше выглядеть или иметь стройную фигуру естественно если слушать не только рекламу и не кушать одну лишь гречку особенно с избыточным сахаром или вареньем то это будет уже не диета а зависимость которая конечно приносит только вред организму поэтому надо более вдумчиво относиться как гречневой диете так и к любой другой чтобы получать именно пользу они вред помните все полезно в меру даже самое необходимое и чудесное лекарство в заключении мы можем смело назвать пророщенную гречку одним из лучших и самых полезных продуктов питания современности доступных человеку который позволяет держать наше тело в отличной форме не поправляться всегда выглядеть намного моложе своего возраста и быть свободным от различных неприятных заболеваний чего мы вам и желаем и естественно в следующей статье не забудьте прочитать о том как правильно проращивать гречку этот удивительный и столь целебный продукт а также о полезных и вредных свойствах в непророщенном виде о пользе и вреде гречневой каши и как правильно варить гречневую кашу как проращивать уже пшеницу и о пользе и вреде пророщенной пшеницы о полезных и необработанных и не шлифованных видах риса а на этом мы прощаемся с вами желаем вам крепкого здоровья хорошего настроения и самое главное улыбок но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучение общения и саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижениям не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотреть и другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведение или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра